Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство, но мне больше не к кому обратиться. Мою собаку сбила машина. Она вот тут опражнилась и очень скулит, и у неё по телу кровопотёки. А ветеринар, ты ни один труху не берёшь, чтобы к нам в деревню приехать помочь. Что нам делать? Она ужасно скулит. Пытается встать, но не получается. Вы в какой деревне находитесь? В Крапивинской, один. Кто? Крапивинский, один. Это где? В какой области вообще? Рословский район. Рословский район? Это далеко от нас. Это очень далеко. Давайте я вам перезвоню сейчас. Спасибо большое. Короче говоря, сейчас вечером поступил звонок из Рословского района. Это 99 километров отсюда. Сейчас мы выезжаем за собакой, которую сбила машина. Сейчас мы чуть-чуть промахнулись, неправильно по дороге заехали в Остёр. А адрес Крапивинская, в какую-то Крапивинскую нужно заехать. Сейчас опять забили навигатор. И едем по уже другому адресу, в обратную сторону едем. Я так думаю, где-то недалеко должны приехать. Недалеко, наверное, да? Пять минут. А? Пять минут. А, пять минут езды, да? Да, да, да. Мы чуть-чуть промахнулись, скоро будем на месте уже. Все, сейчас мы нашли место нужное нам. Оказывается, в конце концов выяснилось, что это деревня Шкуратовка. Сейчас нас люди будут встречать. Стреляя 38. Сейчас. Так это маленькая совсем. Я думал, она на этом самом... Ну-ка, что там случилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Не секунду. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Так. Мы прибыли на место сейчас. Все, 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 все. Как собаку зовут? Афина. Афина, все. Ну, видно, что травмирована она, конечно, сильно. Все, сейчас. Я не знаю, снимать некому будет это все происходящее. Я просто гружу ее, и мы выезжаем, спешим назад. Ведсанчасть уже туда. Вот, Афина попала в Ростовский район, раз Каша из Воркуты переехала вместе с хозяйкой сюда. С хозяевами, но я ее для мужа брала. Ну, и полюбили, и не захотели бросать. Приехали, не бросили, как многие говорят. Переезжаем и тому подобное. Ну, вот такая вот беда случилась. Все, мы едем сейчас в стационар, оказывать помощь. Надеемся, что сможем ей помочь. Теперь мы в обратный путь в Смоленск. Так, сейчас Афина уже находится в больничном боксе. Состояние у нее, конечно, очень тяжелое. Проблема в том, что у нее пока еще по поводу переломов ничего сказать точно не можем, но гарантированно у нее серьезное сотрясение. Вот, потому что глаза у нее... Ну, сейчас не будем специально ее, грубо говоря, беспокоить. Но когда она в себя приходит, глазки у нее прямо вот так вот трясутся. То есть, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты вот такое движение. Ну, в тяжелом состоянии она. Сейчас мы постараемся поставить ей катетер и прокапать препарат Манит. При таких случаях, при сотрясениях, великолепная вещь на самом деле. На, следующий. Так, давай ножницы. Попробуй заду лапу, но эту передавливать. Не знаю, у нее там все переломано, может, давай в заднюю тогда. Так, стоп, тогда надо. Не, чтобы в заднюю. Так, тягани передом, чтобы мне уже пока мы появились, как получилось. Тяни на себя. Так, 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 вот так. Хорошо, вот так, вот так, вот так, вот так, отлично, все. Так, теперь ножницы, где-нибудь там ножницы. Все здесь. Дай-ка себе поджем, почему-нибудь. Так, без коленок остались все точно. Будешь, как пацан, так вот. Машинки вообще в приюте долго не живут. Потому что электромашинки, чтобы пользоваться электромашинкой, нужно сперва шерсть помынить, подготовить ее к стрижке и тому подобное. Но вот в таких вот ситуациях, когда мыть некогда, готовить некогда, а стричь срочно надо. То стрижешь просто, что под руками есть и особо не заморачиваешься. Ну, понятное дело, машинки долго не живут. Есть специальный крип депиляционный, но как-то он у нас не прижился и второй момент у нас его еще нет. Поэтому самое надежное в нашем деле, это все-таки, что проще, то надежнее. То есть обычные хирургические ножницы, вот такие вот, кривые, желательно. Вот, поэтому, как бы сказать, это самая надежная система. Мы уже за столько лет, столько того волшебства посмотрели, что самый, если я говорю, что это самый надежный способ, то значит это самый надежный способ. Так, в данном случае сейчас я буду пытаться, не пытаться, а поставлю и катетер, потому что я никогда не пытаюсь, я просто беру и делу. Это спирт, на раны стараемся не попадать, но смазать немножко надо. Все, потерпи, зайка, сейчас. Так, ну-ка жопчонка, покажи, что нам теперьится. На хвост реагирует, значит, позвоночник циррует, все нормально. Так, теперь, у меня, зайка, извини, пожалуйста, но я сейчас тебя буду немножко больно делать. Так, зажим, где? Зажим тут. Ножку подними. Вот так вот. Вот так вот. Я уже и так затянул там. Так, побаловался. Так, ищем твою вену. Вена твоя, вот она. Еще раз спиртечку. Немножечко. Не бойся, все. Я сейчас все сделаю как надо. Так. Лежи спокойно. Никогда не понимаю, нахрена, ой, не нахрена, вообще, зачем. Никогда не понимаю, зачем в катетере вот эта штуковина. Все время ее выплевывать приходится. Для чего она понятия не имеет. Так, теперь берем так, колпачок тама, это тута, а это тама. И втыкаем. Вот таким вот волшебным образом. Все просто втыкаем. Вот так вот. И закрываем вот этой штучки. Чтобы у собачки кровь не было. Так, иголочку подайкину. Вот я ложу сюда, Танюх. Теперь я это отпускаю. Так. Берем вот этот пинчик. И берем вот так вот. Фиксируем. Берем. Чичичичичичичичичичичичичичичичичичичич. Так, подожди, лапы значит целые, слава богу, и тихонечко Фиксируем, вот так, чик, так, теперь чуть-чуть потуже замотаем, тоже моя работа, так работает профессионал Наверное таз сломан больно, может быть, все может быть запросто, так, вот этот момент еще один, так, вот так, и, короче, сейчас вот так, я обычно это делаю вот так, чик, чик, вот эту штучку загоняю, вот эту вот и вот так вот, все-таки этот новый пластырь, как-то, как-будто тряпочный, рука жопия полнейшая, по-другому сказать не могу, старый, как всегда был пластырь, но лучше, чем вот этот новый, честно говоря, так, катетер мы поставили, теперь, да, так, все сделаем, там все готово, в данном случае, у барабаки имеется офигенное сотрясение, так, и наша задача, ты пропускала, нет? да, 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 там все готово, вот, наша задача сейчас, просто на все, наша большая задача и поставить препарат манит, который, который просто на все, очень сильно, хорошо помогает, мы его всегда используем, мы его всегда используем при сотрясении, и не только, капитальное средство хорошее, так, ну, или катетер заломало, или, капим так, вот, медленно, манит нужно капать очень медленно, как можно медленнее, вот таким, макаром, потихонечку, быстро выводить нельзя, в общем, такая система, крышку я тут ложу, сейчас, зайка, потерпи, хорошо, так, ну, в принципе, как бы, вот так, хорошо, а Воркута, это где, Танюха? на севере, на севере, опять землячка? у меня свекоратура в общем, есть у нас в приюте Томич, земляк мой, с одного города мы с ним родились, а этого с Воркуты попалось, короче, землячка сибирячка, вот самое интересное, сколько люди действительно, вот звонят, сколько звонков вообще бывает, звонят и говорят, можно вам собаку сдать в приют, мы вот тут в другой город переезжаем, детей вы своих не забыли с собой забрать в другой город, а собака вам не нужна, вот вам люди, имея несколько детей в семье, с собой с собой из Воркуты, неизвестно откуда, а Смоленска, это другая планета, привезли собаку с собой, а многие переезжают в другой город, совершенно об этом не думают, мы в другой город переезжаем, понимаешь, голову свою забудьте лучше, паразиты, вместе с душой, вместе с душой, действительно, которые нету, люди, которые вот так вот оставляют собаку просто, мы в другой город переезжаем и оставляют, они не знают, что творится после того, как они оставили собаку, уехали в другой город, просто, не в другой город, они просто оставили свою собаку, что творится за дверью, когда она за ними закрылась, что переживает эта собака, как она себя чувствует, они не знают о том, что она может отказаться от еды и сдохнуть в тоске, и такой случай не единственный, кого-то удается, как его сказать, вернуть к жизни, настроить на нужный лад, мы же не можем ему объяснить, что твой хозяин так с тобой поступил, они ему доверяют, с детства они выросли, они жили в семье, ну, как-то стараемся обмануть жизнь, переключить их внимание на себя, но бывают и такие случаи, что вот нет и все, без воды и без еды и погибают, самые тяжелые случаи, я видел, трое суток собака сдохла от тоски просто, хозяин отдал их, депрессия, как у людей, умерла от тоски, и все на этом все вопросы, вот, ну, землячку-сибирячку надо спасать, тут без вариантов вообще, я даже сейчас вот понимаю, что ей тяжело, она в тяжелом состоянии, у нее сильнейшее сотрясение, возможно, кровоизлияние, сейчас первое, что нам нужно сделать, это, не, не дует, ну, хорошо, нормально все, первое, что нужно сделать, это сотрясением справиться, потому что лучше всего, когда ты за это схватился, грубо говоря, вовремя и сразу, здесь великая пословица умная, что после драки кулаками не машут, она, конечно, из другой опер, но и сюда тоже подходит, такая вот девчонка к нам сегодня попала, зовут ее Афина, даже имя ее запомнил, землячка-сибирячка, Афиночка, Афина, зайка, умница, хорошая девочка, позвоночник, но позвоночник вроде целый, видно сотрясение сильно, поэтому она может и встать, не может, возможно, передние лапы травмированы, пока без рентгена сложно, что-либо говорить, но, во всяком случае, хвост работает, лапы шевелятся, там посмотрим уже, это уже большой плюс, должна очухаться, Афина, Афин, девочка, Афина, маленькая хорошая девочка, Афина, ну, повиляй хвостиком, умница, Афина, да зайка такая хорошая девочка, Афина, а ты умница, хорошая какая, Афина, 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 день номер два, Афине уже лучше, после того, как аммонит прокапали, девчонка повеселила, поднялась, Афина, ну, все, землячка, сибирячка, ну, вот уже лучше, редкие случаи, вот так вот бывают, что ночью собьют машину, машину собаку, а ехать не на чем, или далеко, так и здорово повезло, что мы в этот вечер сидели, обсуждали как раз ролики на ютюбе, как лучше, как что сделать, как увеличить количество просмотров и тому подобное, и в этот момент поступил звонок, что такнул, такнул, 99 километров от нас, как оказалось, выяснилось, сбита вот эта вот собака, сегодня у нее уже дела гораздо лучше, можно обрадовать хозяев, сегодня позвоню им, скажу, что дела идут повеселей, Афин, домой поедем, самое главное, позвоночник у нее целый, это факт, стой, попробуй я еду пододвинуть, Афин, давай кушать, зайка, ну, вот умница, молодец, давай, 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 кашка хорошая, давай, ну вот, молодец, ай, ты умница, вот так, кушаем потихоньку, вот так, хорошо, ну вот, ешь, ешь, еще они таких кормили, да? Подташнит, подташнит ее, подташнит, не ташнит, подташнит. Ну, подташнит, потому что сотрясение сильное, сейчас Афина еще немножко подташнивает, бывает, что и вырвать может, потому что тошнота при сотрясении, дело нормальное, вот, но, тем не менее, потихоньку, потихоньку пищу принимает, с нами нормально контакт, то есть, я думаю, восстановится собачушка, все будет хорошо, вот так, хорошо, девочка, молодец, хорошо, ай, умница, молодец, и кашку сама лопает, потому что каша в приюте просто волшебная, ну, еще по чуть-чуть, вот так, хорошо. О, Афина, привет, ты сидишь уже, молодец, умница, хорошо, умница, хорошая девочка, Афина, молодец, хорошо, ну, еще тяжело сидеть, конечно, дома тебя ждут, все, лапки целые, тебе повезло, хорошо, Афина, молодец, хорошо, умница, ну, будешь аккуратна теперь к машинам, да? Ну, хорошая зайка, хорошая, все, видно, что плохо еще, пошатывает тебя, поташнивает, ничего, отойдешь, все хорошо будет, вовремя тебе волшебный пол поставили, все будет хорошо, молодец, молодец, как твои дела, хорошая девочка, все, ай, умница, все, хорошее, дома тебя ждут, все, не бойся, домой пойдем. Афина, будем кушать, а давай вставай, ну, Афина, как у тебя свеженько стало, Афиночка, ты устала, да? Ну, пусть лежит, отдыхает. Вставай, афина, вставай, давай, давай. Ай, умница, молодец, хорошо. Вставай. Вот так, молодец, ну, вот и все, можно сказать, что поправилась еще несколько дней отлежаться, хорошенько, чтобы ее не тошнило уже, и можно потихоньку, все-таки лапы в раскорячку держит еще. Ну, видно, болит тоже, ушибы же, гематомы какие-то, но, в принципе, дело идет хорошо, ест с аппетитом. Редактор субтитров А.Семкин